Отдадут дань памяти представителям коренных народов Севера, которые сражались за родину на фронтах Великой Отечественной войны. В этнографическом музее Турма открылась выставка Атыры Великой Победы. Слово «Атыры» в переводе на русский значит «защитники, богатыри своей земли». Посетители смогут узнать об историях героев родом из села Саранпаули и близлежащих национальных деревень. Надежда Мороз гуляет по выставке не с праздным любопытством. На фотографиях родные лица. Ее мама – ветеран тыла, оба дяди – герои и защитники. Именем Семена Семяшкина названа центральная улица поселка. Иван Истомин сражался на Ленинградском фронте танкиста. Он прошел всю войну. И все, что Надежда помнит и знает, передавалось из поколения в поколение. Вот мы говорим победители, богатыри, но они такие же, как мы, и у них такие же чувства. И вот, когда он вернулся домой на теплоходе, рано утром, говорит, я шел по поселку, село спало, кругом была тишина. Подходил к родному дому, голову подкатил ком, ноги подгибались, подошел, постучался. На стук вышла мама и по-зырянски говорит, коднесетен, то есть кто там? А он говорит, мама, это я, Ваня, я вернулся. В Великой Отечественной войне участвовало 18 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Уходили на фронт целыми деревнями. Из Саранпауля и близ лежащих деревень защищать родину отправились почти 340 человек. А домой вернулись лишь 108 бойцов. Им не просто приходилось на войне, немногословные и замкнутые, часто не знающие русского языка. Так говорят о коренных жителях. Но выносливее и смекалости их, пожалуй, трудно найти. Практически каждый участник войны приходил с медалями. Почему? Потому что это умелые, прежде всего, разведчики. Это очень хорошие снайперы. И даже в фильмах это тоже говорится, и в книгах об этом пишется. Почему? Потому что это выносливый народ, который может долго сидеть, терпеливо выжидать в любых условиях. Фотографии и документы предоставили сотрудники Саранпаульского краеведческого музея. Два года назад они, чтобы увековечить память о своих земляках, издали книгу «Птицы светлой памяти». В книге каждому фронтовику посвящена отдельная страница. В экспозиции, конечно, не все, но вполне достаточно, чтобы еще раз напомнить, какими они были отеры Великой Победы. Эта выставка у нас не единичная, не разовая. Это будет ежегодный проект отеры Великой Победы. И в этой выставке мы будем представлять каждую деревню, каждую семью, каждый род, кто принимал участие в боевых действиях, кто воевал в Великой Отечественной войне. Это не на одно десятилетие у нас выставочный проект будет. Милана Поварницына, Александр Шулдиков, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.